МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Абитуриентов? Творческая часть? Вы знаете, вот не меняется совершенно с 18 века. А вы так? Борельеф рисуете? Потому что рисуем античную голову. Какого-нибудь императора, ну, бога. Или там какого-нибудь известного. Человек вроде Геродота. Но Геродота редко. Больше всего Цезарь, Венера, Сократ. Вот это наши клиенты. Мы постоянно рисуем, и все дорожат, потому что надо карандашом. И вообще так наше похоже было. Надо два года минимум их рисовать до этого. Я... Ужас. Вспомнить страшно. Но на самом деле, вот что у нас осложняется, это рисунок по... Ну, очень непонятно... Экзамен непонятно почему, якобы по черчению, но на самом деле это такое упражнение на пространственное мышление. Оно такое трудное, что вообще-то профессора нашего института с большим трудом его исполняют. А вот абитуриенты, в общем, нормальные. Вот это да. А в некоторых зарубежных вузах, если мы не ошибаемся, у них даже нет в требованиях именно умения рисовать красиво. Ну, потому что архитектор это все-таки другое. Нет? Нет. Вы знаете, вот рисовать все-таки, на наш взгляд, вот, архитектору обязательно нужно. Я однажды преподавал в Америке, в Иллинойском университете. И, правило, я историк архитектуры, сколько я вообще историк архитектуры. И там они взяли и пригласили меня на просмотр проектов, эскизов каких-то, студентов, прям там, четвертого курса. Я ходил, наверное, полчаса мимо аудитории, потому что я не верил, что вот так вот могут рисовать эскизы, как там были нарисованы. Я думал, что я попал в какую-то детскую студию. Я просто ошибся номером комнаты. Я все выходил туда, обратил. Очень долго, пока не нашел. А у нас все-таки такого не происходит. У нас обязательно, чтобы все по-настоящему научились рисовать. И мы считаем это принципиально. Потому что вкус, вкусы воспитывают не только то, что вы видите, но еще то, что рука чувствует. Но вкус никак не воспитает рисование барельефа. Ну, почему же? Барельеф мы не рисуем, рисуем круглый. Вы простите. Да, круглые головы. А это совсем другое дело. Иду голову, потом, знаете, это уже очень хорошо. Что же, на самом деле, все-таки такое вот чувственное знакомство с античностью, настоящее, оно всегда происходило, в общем, на протяжении стоких веков. И в средние века, между прочим, в всяком случае в Западной Европе. И в арабском мире, предположим. И в возрождении, и потом, и в 20 веке. Нет, это уж такая школа. Бывают, конечно, такие, что сразу на компьютере. И у нас все сейчас хотят сразу на компьютере. И, конечно, им противно эти головы. Да мне и самому-то, в общем... Это очень трогательно звучит. Вот. Но, знаете, вот не можем мы с ними расстаться. У меня даже канарейка была в доме, когда я учился экзамен. Так она этого Цезаря просто не выносила. И что она с ним сделала, это страшно. Вот это такая... Мы примерно представляем. Проблема прямо какая-то. И вот вы буквально пару минут назад сказали о том, что даже профессора вашего института не могут выполнить... Как это называется? Пространственный рисунок? Ну, это экзаменное подчерчение вообще официально называется. А вообще-то это такая начертательная геометрия. Это как-то связано с тем, что вот мархи вообще, ну, можно сказать, да, обвиняют, может быть, слишком грубое слово, ну, так или иначе, в оторванности от жизни, в некотором застое. Ну, как на это критику реагируют? Нет, в нашей начертательной геометрии никто не обвиняет. Она как раз, к сожалению, очень связана и с жизнью, и с самой вот современной архитектурой, потому что... А тот факт, что даже профессора института не справляются вот с этим заданием, а абитуриенты, казалось бы, современные, молодые... Ну, я, например, тоже забыл то, что я в школе учился. Я вот тут пытался посчитать что-то. Это не удается. Ну, в общем, так же и профессора, они все-таки думают немножко о другом. А азбуку все равно надо знать, к сожалению. Ну, если вы не против, мы обратимся к словам вашего выпускника. Насколько мы знаем, у вас с ним хорошее отношение. Это Николай Преслегин, советник, главы департамента москового наследия, да. И он говорил, что... Ну, как вот это даже как-то произносить? Ну, я процитирую, хорошо. Решение принимается старорежимными педагогами, прогрессивные преподаватели вынуждены бежать из этого советского болота. Да, конечно, Коля... Грубовато, да. Коля, конечно, очень любит, ну, все пиарить. Ну, что делать? Ну, это уж... Каждый человек с вами специальности, свое мышление. Это интервью журнала Афиши. Да, я понимаю, я даже читал. Нет, я очень хорошо к нему отношусь, и, в общем, по-своему, он прав, потому что у нас действительно такой заповедник, он... Мы сохраняем традиции, но это как бы, вот, например, президент Российской Федерации, он как бы нормально относится. Он тут выпустил за последние пять лет два указа, где прямо написано, что вот это мы должны делать, сохранять традиции отечественного искусства. Ну, все-таки суд большой, людей много, настроение разное. Кто хочет, там, сидеть в каких-то модернизме 70-х, 80-х годов, есть и такие люди. Кто хочет идти в какие-нибудь там бесконечные дали будущего, таких тоже очень им хватает. Студентов или педагогов? И тех, и других. Ну, потому что, в общем-то, все-таки, несмотря на то, что вот нас много критикуют, вообще критика, вот честное слово, очень полезна для нас. Это для меня лично. Потому что просто, ну, проснуться удается, знаете. А то действительно так, все хорошо, какая-то семейная обстановка, прекрасное здание у нас на Рождественке. Немножко рушится, но ничего. С другой стороны, что для одних застой, для других сохранение традиций? Дело не в этом даже, не только сохранение традиций, а, понимаете, учиться все-таки надо. Нельзя все время жить в каком-то перманентной революции. Это вот еще товарищ Ленин как-то, и товарищ Сталин тоже не любили, они это. Троцкого очень все-таки критиковали. Перманентная революция в архитектуре, ну, сложно. Все-таки надо иногда что-то успеть построить, прежде чем устраивать революцию. Но я-то сам исключительно за революцию. Я всегда пытаюсь поддерживать все эксперименты, и очень ценю тех, кто нас ругает, даже тех, кто от нас хочет уйти. Ну, они уже уходили, приходили, ну, еще придут или уйдут. Не страшно. Вообще, мы, надо сказать, ничего не боимся, потому что у нас настолько твердая структура, я бы сказал, нашей школы, что пока нам бояться абсолютно нечего, никакой критики. все равно мы, знаете, очень стараемся учить. Ну, пусть там какие-то есть не такие вещи, но пусть кто-нибудь попробует поучиться. Кстати, сказать, а чем занимаются сотни архитекторов, которые вот ежегодно выпускаются? Вы знаете, вот еще никто не жаловался на отсутствие работы. Вот то, что, и надо сказать, чем моложе, вот чем очень многие сразу после выпуска, ну, вот, по крайней мере, мне известно много людей, которые организуют свои фирмы. Ну, конечно, они не сразу строят там какие-то ледовые стадионы или там непоскребы. Может, и к лучшему. Квартиры переделывают. Некоторые, вот я знаю. Дизайн интерьеров, вы имеете? Ну, примерно, или там особняки строят загородные. Работы хватает? Работы хватает вполне, потому при нашем размахе, ну, не только это. Все-таки, знаете, вот, ну, плохой, вот все какие-то мархи плохой, плохой, а как не возьмешь, вот, какое-нибудь здание, ну, все равно какое в нашем городе, не только в нашем городе, а даже, надо сказать, в значительной степени в стране оказывается, что этот человек или у нас учился как студент, или как аспирант, или там защищал диссертацию, или еще что-нибудь делал. Ну, как это все равно какое? Все равно какое красивое? Нет, или все равно какое... Очень много просто зданий. Ну, давайте возьмем какое-нибудь, например, в Москве здание. Всем известное? Ну, всем известное, ну, например, у нас, ну, например, сталинские небоскребы, предположим. Это делали исключительно профессора мархи. Я не знаю. посвежее. Посвежее. Ну, то, что я не знаю, вот если взять все интерьеры, самые последние, это тоже делали все выпускники мархи, практически все офисные здания, ну, Moscow City, большинство проектов, и общая концепция, это тоже наша профессорка, покойного, от хора. И, так что, вот, в работе недостатка нет. И не думаю, что будет, потому что еще много осталось построить. А нет некой оторванности проекта и уже построенного здания от того, что вокруг? Ну, потому что иногда такое ощущение, что про дороги и про то, как люди будут туда ездить, не очень думают. Да, это правильно, конечно. Это, правда, не очень мы виноваты. К кому эти претензии? Потому что, все-таки, хотя мы там учим транспорту, учим проектированию городов. Ну, как вы же вписываете здания в окружающие? Нет, не только вписываются, конечно, мы это стараемся, но это мало кто осуществляет. Это, к сожалению, вот, построить очень красивый дом, это у нас вполне все понимают. А что вот надо еще сделать все остальное вокруг, это уже денег жалко. и это объективная ситуация. А на самом деле, мы-то учим, это у нас такая, как бы, аксиома, средовому подходу, глупое, конечно, слово такое неприятное. Нет, оно понятное. Но оно понятное. Мы учим целостно, и всегда так было. И, начиная с, ну, в нашей всей истории, всегда мы учили от урны, в любом стиле. Авангарда, там ведь все-таки в нашем, как-то, багаже в Хуфутемас, русский авангард, это прямо в нашем здании все происходило. До какой-нибудь неоклассики, или до последних, вот, лет, там, бумажной архитектуры, позднего советского времени, это особенно был хороший период в Мархи, когда мы выигрывали, вот, сплошь все конкурсы. Теперь, правда, конкурсов не так много. Но так или иначе, все равно проходит конкурс в Москве постоянно. Участвуем. А вот, кстати, один из последних, это проекты, вот, как раз, парковые зоны, на месте снесенной гостиницы, Россия. Кто-нибудь из ваших выпускников участвовал в этом конкурсе? Увы. Увы, да? Участвовал, я бы сказал, даже, большинство проектов было связано как-то с нашими выпускниками, так или иначе. Но не все, конечно. Я всех даже авторов, честно говоря, хотя был в жюри. Я, конечно, там были зашифрованы авторы, поэтому я так всех наизусть не помню. А вы нам можете рассказать, что там, вот, какие были предложения? Вы были в жюри, бы просто... Вы знаете, я могу сказать, другой я бы сказал, и это, может быть, не очень самонадеянно с моей стороны. Я немножко научился на этом конкурсе тому, как бы нужно было сделать. Вот такого проекта, который бы мне лично понравился, там, к сожалению, не было, несмотря на то, что там мои друзья. Были, как вы знаете, там в основном парки, но почему-то в этих парках, очень многих этих проектах, стояли совершенно гигантские здания. Что в паре вообще... В полпарка занимали... Какие здания? Вот это мне уже было непонятно. Ну, концертный зал там в любом случае хотят оставить. Ну, нет. И не оставить, а... Да, ну, концертный зал хорошо, но тоже, знаете, если... Какое дело? Ну, если он занимается весь парк или полпарка, то где парк? Все-таки я... Это точно. Вот это мне очень не нравилось. Потом, честно говоря, мне не нравилось, как нарисованы многие парки. Потому что я, честно говоря, там написал книжку об английских парках. Да, не знаю. И все-таки они не были похожи на те, которые делали в Англии. Ну, правда, лучшего периода пейзажного парка. Не похожи были. Что вы сделали там? Я очень четко знаю, что я хотел бы там, чтобы там кто-нибудь другой сделал. Сам я, конечно, не берусь. Я все-таки историк. Знаете, во-первых, там есть возможность принципиально изменить образ Москвы. То есть добавить историчности. Мы же 5 тысяч зданий уничтожили за последние годы исторических. Вот я сам член этой сносной комиссии по сносу. Правда, в другом составе. Не та, которая ломалась. В новом. В новом. Но все-таки вот та, которая была до нас, они 5,5 тысяч. Столько же Наполеона во время, вместе с графом Ростопщиным, сожгли, когда был пожар в Москве 12-го, 1712-го года. И поэтому истории вообще у нас все-таки не хватает. И поэтому стену Китая-города я считаю, что надо восстановить. Как это было сделано в Варшаве, или в Гданьске, или в многих очень местах, где это действительно разрушалось. Поэтому, и представьте, вдоль Москвы реки шла вот такая же, как на этом коротком городском проезде. Настоящая стена, она еще была жутко красивая, более красивая, чем на которой сейчас есть. с очень интересными элементами, которые должны были отбивать ядра такими граненами. Ну, изумительная стена. И все-таки ее можно, все информация о ней есть, ее можно сделать так, как она была в 16-м столетии. И это, понимаете, город бы приобрел уже значительно большие исторические черты своего образа. Это очень, вот это первое. Вокруг парка стена с двух сторон. Ох, не сделают стену. Может быть. Давайте, давайте, я бы еще пару вот памятников, которые точно известно, какие они были, исторических, тоже бы туда восстановил на этом месте, которые были взорваны. Ну, там были жилые дома, были церкви, вот, ну, в общем, даже, я тебе сейчас скажу, не важно какие. Важно, чтобы все-таки несколько еще исторических в этом парке, было два-три исторических таких, пятна. не получите вот новодел неприятный? Есть специалиста? Для того, во-первых, стены неприятные обычно не получаются, крепостные. Они, ну, конечно, вот вам стены Кремля, они приятные? Мне приятные. Приятно, мне приятно, а кирпичей там старых особенно нету, вот, поэтому я очень за стену, а потом еще за пустое место, чтобы город очень плотный, и вот за стеной открытые к Василию Баженову и Кремлю, да, чтобы был воздух, чтобы был парк, и я, честно сказать, правда, это вообще лучше не всем говорить, но тем не менее, против регулярного парка, потому что многие мои друзья очень хотят, чтобы все было так вот нарезано, красиво, необыкновенно, прямо такие турецкие ковры получаются, или там какие-то азербайджанские, еще какие-то, изумие. Вы хотите мохнато? А я хочу мохнато, да, вот хочу все-таки, чтобы это было такое, так сказать, пейзажное, ну, вот как гайд-парки. Почему нам не сделать свой гайд-парк, в конце концов, или это стена достаточно будет судить о русскости, будет, а вот пространство может быть природное, чтобы люди могли отдохнуть, очень хочется природного. Да, и могли бы были полежать там спокойно, не знаю, с него в ботинке. Ну, очень приятно смотреть всегда в каком-нибудь иностранных парке. Очень красиво гардинно нарисовали. И вот, и так, пустое место, стена, некоторая доля истории, и еще что, еще археология. Все-таки там, где можно, ее не, там мало где можно, потому что ее просто там нету. Мы прервемся, Дмитрий Олегович, и продолжим уже через несколько минут рекламы на третьем канале. Это программа «Треугольник». У нас в гостях сегодня ректор Мархи Дмитрий Швидковский. Дмитрий Олегович, если продолжать тему конкурсных работ, сейчас идет очень большой международный конкурс концепции, собственно, проекта развития Большой Москвы. Как вам вообще вся эта большая идея, и участвуют ли в этом конкурсе ваши выпускники? Вы знаете, вообще поначалу я испугался. Потом я, это эмоциональная реакция, потом я стал думать, потом, ну что же бедной Москве делать? Ну ей же, ну что ей делать? Надо жить как-то. Уменьшаться ей невозможно, это нереально. Значит, что же, расширяться надо. Направление это вот на юго-запад, оно было всегда традиционным, именно тем направлением, еще, которые всегда выделяли. Еще в плане 1935 года именно на юго-запад хотели развивать Москву. Так что, я думаю, что развивать, наверное, другого выхода нет. В нашей экономической ситуации, в нашей вообще социальной экономической системе другого выхода нет. А не было бы логичнее расшириться одновременно, во все стороны? Вы знаете, все-таки испортить все вокруг, это очень опасно. Надо попробовать на каком-то одном направлении. Испортить все. Нет, но я думаю, что все будет хорошо, но все-таки опасность есть. Лучше взять, это очень разумно. Самое разумное, что здесь есть, это то, что взяли одно направление. Ну, представьте себе, вот все леса вокруг Москвы вдруг перекопают и все поля. То есть, вы думаете, такое будущее ждет вот этот кусочек? А что же делать? А трубы, а инфраструктура, а водопровод, ну и так далее. Не буду говорить о канализации. Вы так говорите, как будто там пустошь была и не было ни одного человека. Там есть уже и трубы, и в общем все. Не такие. Не такие. Не тех сечений. Знаете, там трубы маленькие. А нам придется вообще-то всю инфраструктуру, как я понимаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что всю инфраструктуру придется поменять. Потому что это все-таки ну, приплотной, разные плотности населения, потребность в воде, там, я не знаю, или в чем угодно. А это мотивалом туда повалят народ из Москвы? Ну, это как спроектировать? Если там сделать какие-то очень маленькие элитные, так сказать, центры, ну, тогда валом не повалят. Вы нам такую красивую картинку нарисовали относительно парка на месте снесенной гостиницы «Россия». Ну, расскажите, что может быть вот в Новой Москве? Ваш проект каким мог бы быть? Вы знаете, тут дело все-таки намного сложнее и, в общем-то, намного хуже. Потому что решение найти очень трудно. Вообще-то, вот, в мировой практике выносили правительственный центр куда-нибудь далеко. Вот там, в Бразилии, предположим, там на тысячи километров, там в Австралии, когда дело строили Канберу, ну, там, не знаю, 500 километров от Сиднея. Мы пытаемся вынести достаточно близко. Это абсолютно новая ситуация. такого практически никто не делал. Я, честно сказать, вот если вы хотите говорить обо мне, не о Мархи даже, а о Мархи есть своя позиция, у наших градостроителей, они сделали свой вариант, мы будем выпускать книгу «Большая Москва», специальную по этому поводу, но это другая, это их позиция. Моя личная позиция заключается в том, что я бы не делал вот то, что все хотят, это много центров, чтобы было там вот разбросано на этой огромной территории очень много, ну, довольно больших городов. Почему? Именно потому, что они будут разбросаны. Я бы предпочел сконцентрировать, ну, например, вы знаете, во-первых, оставить большое число зеленых частей в виде национальных парков, во-вторых, сохранить все исторические памятники, а там есть потрясающие, вроде Суханова, поместик из Иволконских, это вот Лысые горы в Война и Мира, или там монастыри, или церкви, такие как Дубровицы, ну, совершенно потрясающие. Это надо все сносные комиссии. Нет, сносные комиссии, они не будут, это федеральные памятники, но ущерб понести могут, если их все обстроят плотный, такой жилой, высотный, или значит, надо спасти. Природу надо, исторические памятники надо, поэтому лучше сделать, на мой взгляд, линейные города, то есть все-таки, как это ни печально, но вдоль главных направлений движения. Это идеи русского авангарда, кстати, линейный город, Ладовского, и они эти идеи, в общем-то, и такое движение куда-то города, они и, собственно, породили. Вот линейно они все и будут мотаться из Москвы в Троицк, из Троицка в Москву, и с тяжелением в любом случае будут. Мы не можем взять и изолировать кого-то, ну пусть будет Троицк, Новомосковск, еще что-то, у аэропортов какие-то еще города, вот все предлагают, но представить себе, что если мы в разные места поместим основные государственные ведомства или деловые центры, что между ними не будет никто ездить, я в это поверить не могу. Дмитрий Олегович, а вы думаете они поедут? Они все не хотят, мы уже со всеми почти поговорили. Госдума не хочет, Мосгордума не хочет. Понятно, что никто не хочет, но скорее всего нам придется, если мы будем это делать, нам придется сделать скорее всего так, как сделали французы с Большим Парижем. Это реалистическая схема. Это много разных совершенно по архитектуре, по облику, по планировке, по количеству разных городов, которые вот сейчас новых, очень интересных. Там можно делать всякие эксперименты, любые. Очень долго французы занимались этими экспериментами, лет 30, и строили вокруг Парижа небольшие города. Они же их все по кругу соединили. Конечно, не только по кругу, они соединились и по радиусу, и до современными способами передвижения, не обязательно машинами, а так называемый региональный экспресс, быстрый очень, может быть, на нем ездили, очень удобно, очень быстро. То есть, если использовать современные средства передвижения, эти удаления не страшны. Я думаю, что в конце концов все-таки правительственные учреждения останутся на месте, так сказать, жилые комплексы мы сможем создать, с обслуживанием там, и должны будем, вот что принципиально важно, соединить их современным, настоящим, по настоящему слову, современным, транспортом удобным и быстрым с основным городом. Это вообще реально транспортную систему столицы развить до цивилизованного уровня? Если развивать, то реально. Ну, потому что все-таки в других городах это получается. Это получается, да. Вы приводили все-таки в пример Париж, он совсем маленький, его как-то сравнивать с Москвой тяжело, и плюс еще у нас же определенная психология у москвичей, вы же знаете, люди, я не знаю, чем их нужно загнать в общественный транспорт, если у них уже есть свой автомобиль. Ну, вот знаете, с психологией, конечно, тяжело, ее придется менять. Без изменения психологии. Вы легко это говорите. Ну, вот, знаете, к сожалению, это одна из задач современной архитектуры. Это, потому что вообще современная архитектура стала... Одна из задач современной архитектуры убедить топ-менеджера спуститься в метро, например. Совершенно точно. Вот совершенно точно. Это главное, вот по мнению, вот сейчас делается замечательный эксперимент, в которых мы участвуем в Колумбийском университете в Нью-Йорке. И главная задача, это убедить, вот которые, упражнения, которые они делают, никак нарисовать, к сожалению, они не рисуют. Они учат, как убеждать топ-менеджера спустыкаться в метро. Они какими действуют способами? Это целая система. Это система ценностей другая, которая сдвигается в городе, не только строится, но и создается. Это архитектура, которая влияет на общество. И градостроительство, которое влияет на общество. И это действительно действует, потому что, ну, сколько людей вообще во всех странах пересадили на велосипеды. Но это там на уровне государства или на уровне города все-таки? И то, и другое. И то, и другое. В самых... Это делается почти по всему миру. Но вот в Нью-Йорке, ну, Колумбийский университет, он не государственный, так что... Но у них очень интересные эксперименты именно по созданию новой психологической модели архитектуры, если хотите. Другой, для другой жизни, для цивилизованной, для того, чтобы ездить на региональном экспрессе или на маленькой машинке. Нет, я понимаю, что это никому не понравится. Аэроэкспрессия может быть еще Москва. А очень удобно. Нет, вот я, например, сам езжу в аэропорт, например, на... Нет, вы говорите сейчас о красивом, в общем, достаточно цивилизованном действительно аэроэкспрессе. А вот наши электрички, они пока не шепчут. Вот я, вы знаете, да, про электрички ничего хорошего сказать не могу. Но... Нет, мы понимаем, что... Можно заменить. Надо начинать. И надо заменить. Вот это нас, собственно, и ждет. Нас... Большая Москва, это по существу изменение цивилизации. Если она будет, то это будет другая цивилизация. Это задача. Да. Дмитрий Олегович, а почему в свое время вы были против того, чтобы снесли памятник Петру Первому? В смысле, вот это вот из Рокстенча? Да, да, да. Да вы знаете, во-первых, я в принципе против снесения каких бы то ни было, как я и говорил тогда, каких бы то ни было памятников. Во-вторых, это значительно... Это стоит столько же, сколько его построить. А в-третьих, мы, в общем, к нему уже привыкли. А некоторым он и даже нравится. Ну, знаете, по-моему, все-таки нельзя все время только и делать, что-то ломать, строить что-то другое на этом месте. мы должны все-таки... Это, кстати, вот этот Петр Великий, если... Ну, мы можем нравиться, не нравиться. Другое дело, я не вмешиваюсь. Но что эта вот скульптура именно такого размера и на этом месте потрясающе говорит о том времени, когда она была сделана, и что это такое свидетельство истории, подобной которой, вот все истории вот с Ельциным, с Лужковым, со всеми, кто был вокруг них, с нашими людьми, которые привыкли к советскому гигантизму и так далее, и так далее. Это про нас. Это про нас. Понимаете, эта скульптура, вы меня уж простите, но она про нас. Да, это действительно так. Да. Поэтому самих себя сносить, ну, может быть, самокритично, но все-таки но зато неправдиво вообще-то. Наша программа заканчивается. Мы сегодня с вами говорили о жизни нашего города в связи с его архитектурным обликом. А сейчас у нас для вас наш традиционный вопрос, который связан с вашей жизнью. На каких трех китах держится ваша жизнь? Вы знаете, ну, опих на жизни в Мархе. Потому что, к сожалению, это в основную большую часть времени я как-то мало хожу в отпуск. Раньше я часто ездил за границу, теперь вот, когда стал ректором, я практически перестал, потому что я все время думаю, что-нибудь там случится. Да и просто очень много я все там учился, там учились мои родители, дедушки, там очень много друзей и знакомых. И такая семья, нормальная домашняя атмосфера, так жить можно. Это один. Но второе, просто это моя специальность, все-таки она очень хорошая специальность, и вообще архитектура, но особенно, конечно, моя личная специальность, то есть история архитектуры. Вот этим я продолжаю заниматься. Вот только что мы с несколькими друзьями написали книгу «Итальянские архитекторы в России» за несколько столетий. И так что вот если уж в институте меня очень как-то доводит, то я тогда ухожу куда-нибудь подальше в 15 век. Пусть вас там не очень доводят. Спасибо вам. Спасибо огромное. Вот так нам просто с одной стороны с профессиональной точки зрения, а с другой стороны так по-человечески сегодня ответили на все интересующие нас вопросы. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Напомню, у нас в гостях сегодня был ректор Мархи Дмитрий Швитыковский. Смотрите нас ежедневно по будням на третьем канале в 15.40. До свидания. Продолжение следует...